Сочинских футболистов ждут перемены. Главное из них, чтобы и дальше развивать свой вид спорта, они должны объединиться. Дети, юноши, взрослые ветераны, любители и профессионалы теперь будут играть по правилам спортивной школы номер 10. Об этом футбольную общественность известили на совещании в администрации. Сегодня мы, к сожалению, также имеем разобщенность футбола в городе Сочи. И не во всех моментах мы друг друга слышим, друг друга понимаем. Для этого было принято такое радикальное решение, для того, чтобы все было сконцентрировано в одной точке. В обязанности спортивной школы номер 10 введение документа оборота, распоряжение материально-технической базы и организация соревнований. Последнее даже на руку футболистам. Теперь аренда полей и приобретение наградного материала будут производиться за городской счет. Теперь все первенства, все официальные соревнования, чемпионаты будут проходить только лишь на базе этого спортивной школы. И уверен, что только это поможет нам объединить всех футболистов города Сочи. Мы можем понять теперь, выбрать лучших футболистов, создать единую сборную команду города Сочи. Она в свою очередь сможет участвовать в дубле футбольного клуба Сочи. А это пропуск для юных игроков в профессиональный спорт. Да и футбольный клуб теперь может рассчитывать на подготовленные кадры. Ну и самая хорошая новость – сочинские игроки получат новые футбольные поля. В этом году, благодаря главе города Сочи, мы вошли в программу федеральную, по которой строятся поля. И в городе Сочи в следующем году начнется строительство футбольного поля с искусственным покрытием на аллее Челтанхема. Новое поле уже и на карту нанесли. Его размер 105 на 68 метров. Но это далеко не единственная площадка, которую получат в распоряжение сочинские футболисты. Школе номер 10 в этом году будет передан стадион в Красной Поляне, а также две тренировочные арены в Адлерском районе. Но это уже после чемпионата мира. Кроме того, в ближайшем будущем планируется реконструировать стадион в Краево-Армянском.